То, что я вам сейчас расскажу, уже, наверное, давно стало притчей и легендой. И никто не знает, было ли это на самом деле или нет. Известный американский фотограф и мэтр обработки фотографий Дэн Маргулис однажды снимал Большой каньон. И он настолько был поражен великолепием и обилием красок и оттенков цветов на камнях каньона, что сделал просто безумное количество фотографий. Но когда он начал рассматривать отснятый материал, то его, к сожалению, не было предела. Ведь перед ним предстал ничем не приметный серый камень, вместо того, что он видел своими глазами. Это так, ведь ни одна, даже самая крутая техника, не способна передать то, что способен видеть человеческий взгляд. Но так как господин Маргулис разбирается в фотошопе как рыба в воде, он стал искать решение этой сложной задачи в различных инструментах. И нашел в итоге ответ, задействуя в цветовое пространство лап. Он смог получить то разнообразие цветов и оттенков, которые наблюдал своими глазами, когда снимал Большой каньон. Позже он написал книгу, которая стала бестселлером в мире книг по обработке фотографий. Так что же такое цветовое пространство лап? Ничего не понятно, куча формул, кому интересно, почитайте сами. Я скажу просто. Лап позволяет вытянуть цвета там, где их практически нет. И это основное свойство данного цветового пространства. Также с его помощью улучшают резкость, работают с тонированием и даже спасают практически безнадежные снимки. Но сегодня мы поговорим с вами о его основной задаче и ответим на вопрос, как получить красивые цвета на снимке с бедной цветовой гаммой. Не будем терять времени, поехали! У меня есть три фотографии. Они сняты абсолютно в разных условиях. Первая фотография это Пхукет. Снята за полчаса до рассвета. Как видите, здесь слабая очень насыщенность, потому что света практически еще нет. Следующая фотография это Шри-Ланка. Съемка на закате. Цвета тоже достаточно бледные. И третья фотография это вечерняя улочка с Крита. На ней тоже, как вы видите, очень мало цветов. Давайте мы применим к ним наш новый метод. Начнем с первой фотографии. Дублируем снимок. По нашей традиции, как обычно, мы не просто делаем обработку, а сразу записываем экшен. Создаем папку и в ней создаем новый экшен, который мы назовем Color Basic. Запись пошла, о чем свидетельствует вот эта загоревшаяся красная точка. Image, Mode, Lab Color. Нам предлагает объединить слои, мы отказываемся. Don't Flatten. Переходим в цветовое пространство Lab. Добавляем корректирующий слой Кривые. Переходим в закладку A. И выкручиваем линию графика. Левую на минус 65, правую на плюс 65. Обратите внимание, как изменяется насыщенность. Теперь переходим в B и делаем то же самое. Левую на минус 65. Если не получается, можно сделать вручную. Правую на 65. Alt, Ctrl, Shift, E. И переходим назад в цветовое пространство RGB. Image, Mode, RGB Color. Окей. Останавливаем запись экшена. Обратите внимание, какую яркую насыщенную фотографию мы получили. Теперь можно изменить непрозрачность слоя. Либо непрозрачный слой оставить 100%. Добавить маску. Выбрать черную кисть мягкую. Opacity где-то на 50. Flow на 50. И можно немного понизить зелень, чтобы она так ярко не бросалась в глаза. Давайте посмотрим, вот что у нас было до работы в цветовом пространстве Lab. И вот какой интересный снимок мы получили после. Давайте перейдем на следующую фотографию. Я уже ее обрабатывал. Поэтому для того, чтобы применить экшен, я наверное все-таки здесь все слои соберу в один слой. Flatten Image. Делаю дубликат слоя. И применяю к нему записанный нами экшен. Вот так достаточно быстро он применился, обработался. Но мне получивший результат не нравится. Поэтому давайте мы удалим то, что мы сделали. И давайте попробуем с этим снимком поработать еще раз в цветовом пространстве. Lab. И давайте наше это действие, как всегда, мы запишем. Новый экшен. Ну пусть будет версия 1. Image. Mode. Lab Color. Don't Flatten. И делаем все то же самое, что мы делали. Открываем канал А. Минус 65, 65. Теперь канал Б. То же самое. Минус 65, плюс 65. Теперь давайте мы ухватимся за середину нашего графика и подвигаем его. Видите, если мы тянем вниз, появляются красивые пурпурные оттенки. Если вверх, и желтые, даже ближе к оранжевому. Давайте посмотрим, что будет, если мы то же самое сделаем в закладке А. Вверх у нас появляются малиновые цвета. Насыщенные. А вниз циановые. Давайте мы в ручном режиме поставим минус 2 и 2. Таким образом мы чуть-чуть выгнем нашу кривую в сторону левого верхнего угла. И в B сделаем то же самое, только наоборот. Alt-Ctrl-Shift-E. Image. Mode. RGB Color. Окей. Останавливаем запись экшена. Так, ну давайте теперь подвигаем прозрачность слоя. Уберем в ноль и будем постепенно двигать его направо. Мне нравится вот такой цвет, но мне не нравится цвет воды. Он стал теперь совершенно неестественный. Давайте мы вернем им прежний вид. Добавим маску. Черную мягкую кисть. Можно даже побольше. И уберем с воды вот эти все лишние фиолетовые оттенки. Копируем все слои на новый слой. Давайте немного доработаем фотографию. Уберем здесь вот это пятно. С-образная кривая нам позволяет увеличить контраст. И немного доработаем цвета. Вот этот малиновый цвет я все-таки хотел бы сделать более оранжевым. Давайте мы добавим сюда еще виньетку. Вот таким вот способом, вручную. Вот такую необычную красивую фотографию мы получили при помощи цветового пространства Lab. Давайте посмотрим, что у нас было до обработки. И что стало после. Третья фотография. Давайте все объединим в единый слой. Давайте попробуем применить наш самый первый классический экшен. Замечательный результат. Также можно поработать с отдельными цветами. Но это все, конечно, вкусовщина. Давайте посмотрим еще раз. В первом случае мы применили чисто классический метод, который придумал Дэн Маргулис. Во втором случае мы его немного усовершенствовали. Этой практикой пользуются тоже многие фотографы. Его также разработал Дэн Маргулис чуть более позднее. И как мы с вами увидели, что первый метод классический, его можно применять практически к любой фотографии. Но давайте мы создадим и третий вариант обработки. Создаем новый экшен. Делаем те же самые действия. И теперь в канале B, который отвечает у нас за синий и желтый, мы сделаем немного потеплее. В прошлой обработке мы кривую двигали вниз, а теперь мы ее подвинем немного вверх. Alt-Ctrl-Shift-E. Переходим назад в цветовое пространство RGB и останавливаем запись экшена. Поработаем немного с цветом. И сюда я еще, наверное, применю виньетку, которая у меня называется город. Да, вот так, кажется, будет поинтереснее. Давайте немножко добавим контрастности. Поднимем точку черного. Получился очень интересный результат. Ну давайте посмотрим, что у нас было. И что мы в итоге получили. Друзья, но с портретами надо быть осторожнее. Давайте попробуем применить мы этот метод к портрету. Включим наш базовый экшен. Ну и вот что у нас получилось. Недаром этот метод называют еще марсианский. Вот такой симпатичный марсианин у нас получился. Но из этого тоже есть выход. Можно добавить, соответственно, сюда маску. И мягкой кистью полностью проявить скинтон до его первоначального значения. Ну вот что у нас было и что мы получили. Экспериментируйте, не бойтесь совершать ошибки. Ошибки рождают истину. Для тех, кому некогда разбираться и копаться в настройках, я оставляю ссылку для скачивания получившегося экшена под видео. Улучшайте ваши снимки, если вы ограничены временем. Желаю всем добра, до новых встреч и больше восторженных зрителей в вашем фотографии.